МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на телеканале Север, в студии Ольга Руслова. Здравствуйте в этом выпуске. За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией медиков региона наградили медалями за жертвенное служение. Награда учреждена общероссийским общественным движением Россия православная. Спасатель – это призвание. 27 декабря поздравления принимают представители одной из самых опасных, но благородных профессий. Встретить Новый год в кругу родных. В Ненецком округе завершилась кампания по доставке школьников на зимние каникулы в отдаленные населенные пункты и кочевья. Об этом и не только расскажем в ближайшие 20 минут. И начнем выпуск с хорошей новости. На зимнике зеленый свет. 27 декабря губернатор Ненецкого округа Юрий Бездудный проинспектировал временную ледовую дорогу на Большую Землю и по итогам рабочей поездки сообщил об открытии зимника. Дорога отвешкована и пролита. Здесь обустроен пункт обогрева для водителей. Глава региона Юрий Бездудный лично проехал по зимнику. Зимник уже обустроен. По зимнику проехал на машине Нива. И я скажу, конечно, это не магистраль, но движение открываем сегодня по зимнику, несмотря на то, что по контракту подрядчик должен был только в январе его сдать. Мы открываем его сегодня. Открываем это движение. И все, кто хотел провести новогодние, рождественские праздники на Большой Земле, у бабушек, дедушек, встретиться с родными, могут совершенно спокойно ехать на своих автомобилях по зимнику. Напомним, в этом году протяженность зимника Нарьинмар-Усинск составляет 32 километра. Обустройством и содержанием временной ледовой трассы занимается компания «Техносфера». В праздники эпидограничений станет меньше. Такое решение было принято на заседании штаба по профилактике коронавируса в Ненецком округе. В частности, послабления коснутся спортивных соревнований и работы развлекательных учреждений в ночное время. Члены штаба обсудили текущую эпидемиологическую ситуацию и отменили норму о приостановлении проведения зрелищно-развлекательных мероприятий, работы ночных клубов и иных аналогичных объектов, оказания услуг общественного питания в ночное время с 23.00 до 6 утра. Вход в заведение по-прежнему возможен только по предъявлению QR-кода. «В целом, статистика внушает оптимизм, что мы на верном пути, и что есть уверенность, появляется уверенность, что мы, наконец, одолеем этот ковид, даже если придет какой-то новый штамп. Ну, во-первых, мы довольно хорошо вакцинировались, а если посчитать с переболевшими, Ольга Васильевна, то мы с вами, наверное, впереди планеты всей». На сегодняшний день в Ненецком округе на лечении с диагнозом COVID-19, подтвержденным результатами ПЦР-лаборатории уровней референс, находится 125 человек. Еще у пяти пациентов коронавирус подтвержден результатами, исследованием, методом ИФА. В целом на лечении в регионе находится 130 человек. Из них стационарное лечение получают 28 человек. Амбулаторное – 102. На учете в управлении Роспотребнадзора состоит 892 человека, близко контактировавших с заболевшими. «На сегодняшний день все медицинские организации обеспечены лекарственными препаратами. Сформирован запас с учетом праздничных дней лекарственных препаратов. По сельской местности ситуация под контролем. Что касается тестов лекарственных препаратов, также создан необходимый запас». Кроме того, принято решение исключить из перечня мероприятия, проведение которых согласовывает штаб по коронавирусу. Спортивные соревнования проводимы на лыжероллерной трассе спортивной школы Олимпийского резерва «Труд». «Все-таки улицы, Игорь Васильевич, дети могут заниматься, между собой проводить различные виды соревнований. И лыжероллерная трасса у нас основное место». Также положительно рассмотрен вопрос об участии спортсменов, проходящих спортивную подготовку в мероприятиях за пределами округа при условии проведения ПЦР-тестирования по возвращении домой. В завершение участники штаба согласовали проведение новогодних праздничных мероприятий вне помещений на Ринмаре, на Элеменомносе и НИСИ. Решения штаба будут внесены в постановление губернатора НАУ-81ПГ о введении режима повышенной готовности. Ольга Русул, Василий Хатанзейский, Алексей Орлов, Телеканал «Север». За жертвенное служение врачей Ненецкого округа отметили медалями. За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией медиков регионы наградили накануне Нового года. Награду врачам вручили владыка Иаков вместе с председателем движения «Россия православная» Михаилом Ивановым и губернатором Ненецкого автономного округа Юрием Бездудным. Награду достойные врачи Ненецкой окружной больницы Александр Берляков, Галина Захарова, Виктор Мартынов, Елена Мухартова, Виталий Носов, Оксана Соболевская и Игорь Тявин. Поздравляю с высокой наградой. Виталий Николаевич, вы пока ждали награды, даже успели сходить в отделение и оказать помощь ребенку. Губернатор Ненецкого округа Юрий Бездудный выразил благодарность врачам за их самоотверженный труд в борьбе с коронавирусной инфекцией. И на переднем фронте борьбы с этим ковидом были именно вы, врачи, медсестры. Поэтому мне бы хотелось накануне Нового года сказать вам слова благодарности не только от себя, потому что и меня вы тоже вылечили здесь, на Винмаре, но от всех жителей округа сказать спасибо большое за то, что вы ночей не спали, что вы стояли в палатах больных, что объезжали десятки, иногда сотни вызовов, чтобы оказать всем помощь. Но я вам скажу, что мы все вместе выстояли, благодаря вам выстояли, не потому что мы поставили кислородную станцию. Здесь не оборудование главное, здесь самое главное вы. Спасибо вам большое за это. Медаль за жертвенное служение учреждена общероссийским общественным движением «Россия православная». Она вручается за многолетние труды во славу Отечества, веры и народа российского. Детей с диагнозом диабет обеспечили системами контроля глюкозы. На сегодняшний день Ненецкой окружной больнице приобретено две таких системы. Их передали семьям с детьми, которым по состоянию здоровья нужен контроль уровня сахара. Накануне Нового года с семьями встретился губернатор округа Юрий Бездудный. Система непрерывного мониторинга глюкозы предназначена для круглосуточного контроля уровня сахара в крови, в том числе и во время сна, позволяя лечащему врачу наблюдать динамику изменений и более точно скорректировать курс лечения. Использование такой системы не требует прокола пальца ребенка, что является более усовершенствованной формой измерения уровня сахара в крови пациентов детского возраста. Системы непрерывного мониторинга глюкозы приобретены на средства благотворительности компании «Лукойл». В Ненецком округе диагноз «диабет» поставлен еще 24 детям. При наличии показаний эти дети будут обеспечены такими же устройствами, сказал по итогам встречи глава региона. Спасатель – это призвание. 27 декабря поздравления принимают представители одной из самых опасных, но благородных профессий. Наш следующий материал о поисково-спасательной службе Ненецкого автономного округа. Именно эти специалисты одними из первых приходят на помощь, когда случается беда. Слово Оленевой Учейской. Снижается до определенного давления, проходит по шлангам, передается в полнолицевую водолазную маску. В небольшом помещении склад оборудования для погружения под воду. Кислородные баллоны, гидрокостюмы, маски и ласты. Водолазное отделение поисково-спасательной службы Ненецкого округа укомплектовано по самым современным требованиям. Сейчас в морозы оно, конечно, может пригодиться, но большая часть работ производится, конечно, в период распутицы или летом. В чем сложность? Ну, это всего, скорее, моменты, связанные с отрицательными температурами наружного воздуха. То, что большинство работ производится в минусовые температуры. И это прозрачность воды. То есть полное отсутствие видимости под водой. И водолазы производят свою поисковую работу, грубо говоря, на ощупь. Работа связана иногда с поиском утопленников. И встретиться с ним один на один под водой – тоже ситуация неприятная. Поэтому здесь нужно иметь какое-то самообладание, выдержку, так сказать, чтобы самому не поддаться панике. Никакой паники – только здоровый страх. Андрей Аколин знает об этом не понаслышке. За годы работы приходилось и под воду неоднократно погружаться, и эвакуировать пострадавших с морских судов. А еще помогать при тушении пожаров, проводить деблокацию дверей и выезжать на поисковые работы в лес и тундру. Благо, технические службы хорошо укомплектованы. Есть воздушные подушки, вездеходы и снегоходы, катера. И каждая смена начинается с проверки техники. Он проверяет заводик, световые сигналы, все смотрит. Также мы все проверяем уже наличие, комплектацию нашей машины. То есть мы смотрим, чтобы у нас все было в наличии, все было исправно, все было заправлено. Спасательный автомобиль, его задействуют на выезды по городу и близлежащим населенным пунктам, делятся на два отсека. В грузовом обязательно носилки, специнструменты, лопаты и топоры, а еще различные домкраты, разжимы и даже оборудование для промышленного альпинизма. Кстати, в поисковой спасательной службе Ненецкого округа работают универсалы. У каждого из 18 бойцов сразу несколько направлений деятельности. Например, Александр Рочев, помимо прочего, возглавляет и отделение газоспасателей. Газоспасательная работа – это работа в непригодной для дыхания атмосфере. То есть именно работа с какими-то ядовитыми веществами. По специфике Наринмара у нас мы обслуживаем опасные производственные объекты, оплошки. То есть это у нас котельная, это линия газа, которая идет с Василкова. То есть вообще, в принципе, все, что связано с какими-то ГСМами. Профессию газоспасателя или водолаза получает каждый, кто поступает на службу в ПСС. Сергей Вакорин в рядах сотрудников службы четвертый месяц и уже успел повысить квалификацию. Съездил на обучение в подмосковный центр. Впрочем, спасателем мужчина работает уже несколько лет. Ранее трудился в региональной поисково-спасательной базе Росавиации. Десантировался на корабли в море для эвакуации пострадавших. А свои первые смены в ПСС Сергей запомнил на всю жизнь. Можно сказать, сразу прошел боевое крещение. Первые два выезда мои, как раз именно первые две смены моих, они увенчались с такими последствиями. То есть я попал и на поиски, потерявшегося человека на воде, вытаскивали непосредственно тело из воды уже. И я попал на довольно-таки жесткое ДТП, в котором один человек был, я думаю, в сильно тяжелом состоянии, а второго как бы не стало, он погиб. И принимал участие непосредственно в извлечении тела из транспортного средства при помощи гидравлического оборудования. На вооружении спасателей имеются самые современные средства. Например, пневматические шины позволяют проводить более безопасную эвакуацию пострадавших с травмами позвоночника. Принцип работы его такой, что заполнен большим количеством полимерных шариков, воздух выкачивается из него и он становится жесткий. Николай Поликарпов – один из самых опытных сотрудников поисково-спасательной службы Ненецкого округа. Он начал свой трудовой путь в скорой помощи, а в 2007 году перевелся в ПСС. Сейчас Николай – старший специалист по оказанию первой помощи и проводит регулярные тренировки с основным составом спасателей. Каждый спасатель обязан оказывать первую помощь, уметь ее оказывать. Ну и умеют они это делать. Происходит подготовка личного состава согласно плана графика. Проводится тактика специальной задания. Постоянно отрабатывается, сдаются нормативы по оказанию первой помощи. В состав поисково-спасательной службы Ненецкого округа входит и ЕДДС-112. Именно по этому короткому номеру обращаются, когда случается беда. Звонки по экстренным службам распределяют диспетчеры и операторы. Кроме того, в ЕДДС входит и единая региональная система оповещения, а также оперативный пункт управления губернатора на случай введения ЧАЭС. Всего же в ПСС сегодня трудится 53 специалиста. Специалиста, чье призвание – спасать жизни. Мне кажется, сама профессия спасателя – она социально значимая профессия. Вы говорите, что свое отношение… Мне кажется, здесь немножечко не должно быть такого, что я хожу на работу спасателем, вот у меня сутки и все. Все равно это частичка жизни. Это частичка жизни, это надо проживать, это должны ставиться какие-то цели в рамках своей профессиональной деятельности. Надо больше узнавать. При проведении работ по окончанию надо делать какие-то выводы, понимать, что было сделано где-то правильно, как можно улучшиться. И все это делается для того, чтобы саму получать удовольствие от этой работы. Ну и самое главное, конечно же, это помогать людям. Как признался в интервью Сергей Балуцкий, в этом нелегком деле действует следующий принцип. Не бывает стрессовых ситуаций, бывает стрессовое отношение к ним. А потому спасатели всегда хладнокровны на своем посту. И даже сегодня, в свой профессиональный праздник, они с достоинством выполняют свой профессиональный долг. Стоят на страже безопасности. Алина Ваучейская, Вадим Стасюк и Антон Водряков. Телеканал «Север». И в продолжении темы в честь Дня спасателя Российской Федерации сегодня прошло торжественное мероприятие в Главном управлении МЧС России по Ненецкому округу. Лучшим представителям профессии вручили награды. Честовали сотрудников, достигших высоких результатов служебной деятельности. С профессиональным праздником спасателей поздравил губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный и представителей федеральных, региональных и муниципальных органов власти. Почетные грамоты, благодарственные письма и ведомственные награды вручены сотрудникам и ветеранам спасательного ведомства. Новый год в кругу семьи встретят школьники из отдаленных поселков и кочевий. Накануне финальный рейс Нарьинмарского объединенного авиаотряда доставил детей на каникулы к мамам и папам в поселок Бугрино. Радость встречи с юными путешественниками разделила моя коллега Алина Ваучейская. В Нарьинмарском аэропорту воскресным утром оживленная атмосфера. Это маленькие жители островного поселка Бугрино собрались лететь домой. С собой везут торты, подарки. Ведь с родителями эти ребята не виделись с сентября. У нас в поселке школа начальная только до четвертого класса. И как бы мы с пятого класса все сюда приезжаем. Кто-то до девятого, а кто-то еще дальше идет в одиннадцатый и десятый. В этом году кампания по доставке школьников в труднодоступные населенные пункты и кочевия стартовала 21 декабря. Первыми домой улетели дети из Нижней Пеши, Индиги, Снопы и Омы. Следом ребята из Кратаки, Варнака, Устькары и Харивера. Ребята все пристегнулись. Финальный школьный рейс отправляется из столицы Ненецкого округа точно по расписанию и берет курс на остров Калгуев, что в Баренцевом море. Всего перевезено 156 ребятишек. Погода нас в этом году не подвела. Но у нас были переносы западного направления в связи с тем, что были введены ограничения режима полетов. Так в этом году все замечательно. Школьный борт встречают всем поселкам. Кругом крепкие объятия родителей и детей после четырех месяцев разлуки. Школьный рейс на остров Калгуев стал шестым завершающим в этом году. Несколько десятков детей из-за полярной глубинки вернулись к своим родителям на новогодние каникулы. Но уже в середине января все они вновь отправятся в Наринмар, чтобы грызть гранит науки. Алина Волучейская, Вадим Стасюк, Телеканал Север. Раз, два, три, елочка, гори. 25 декабря состоялось официальное открытие главной новогодней елки на площади Марацей. Для детей их родители артисты Дворца культуры Арктика показали новогоднее представление с участием сказочных персонажей. Даже несмотря на декабрьские морозы на площадь Марацей пришел не один десяток ныринмарцев. После представления дети и Дед Мороз вместе с губернатором Ненецкого округа Юрием Бездудным зажгли огни на главной елке Наринмара. А затем все вместе водили хоровод вокруг новогодней красавицы. Осуществили детские мечты сотрудники прокуратуры Ненецкого округа. Посетили Центр содействия семейному устройству «Наш дом» и приняли участие в новогодней акции учреждения. Александра Литкова продолжит тему. Как и полагается, к новогоднему утреннику воспитанники Центра содействия семейного устройства «Наш дом» хорошенько подготовились. Ребята представили небольшую концертную программу, показали номера, подготовленные вместе с педагогами, исполнили песни, хореографические и театральные номера. Помогал украшать зал, хороводы водил, елку зажигал, ну и все. Мы готовились к приходу наших гостей, поэтому у нас ребята подготовили праздничную часть, где мы танцевали все вместе с гостями, рассказывали стихотворения, пели. И гости в этом участвовали. Это очень здорово, очень приятно было. Мы всегда рады таким гостям. Поздравление воспитанников Центра содействия семейного устройства «Наш дом» с наступающим Новым годом для коллектива окружной прокуратуры стало доброй традицией. В эти праздничные дни важно поддерживать ребят, их веру в добро и чудеса. Ежегодно мы принимаем участие в новогодней акции в нашем детском доме. Нам очень приятно, что наше ведомство, прокуратура Ненецкого автономного округа, ежегодно участвует в такой акции, как письмо Деду Морозу. Мы с удовольствием принимаем участие и стараемся одарить всех детишек этого дома подарками. Подарки, как и полагается, красиво упакованы и каждый подписан. В завершении мероприятия ребята также получили сладкие подарки. Александра Литкова, Василий Хатанзейский, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. На этом у меня все. Далее прогноз погоды. Спонсор выпуска – компания «Рент» по производству и продаже снегоболотоходов «Зырянин». До свидания, до встречи в эфире. Продолжение следует...